Всем привет! Сегодня я хочу приготовить рыбные котлеты. Если у вас есть желание посмотреть и интересно, то, пожалуйста, приглашаю к просмотру. Для начала я возьму рис. Где-то чуть поменьше половины 200 граммового стакана. Всегда рис перед варкой я промываю. Можно даже взять 1 треть стакана. Но это по желанию, по вкусу. Я сварю столько, а потом уже сколько нужно будет добавлю. Промыли, залили водой, поставили варить. Это я потом сделаю. И пока будет вариться рис, займусь рыбой. У меня минтай. Здесь 500 граммов. Но если точно, 540, по-моему. Это филе минтая. Рыбу можно брать совершенно любую. Морскую, либо речную, какую привыкли кушать. Вот эту вот кожу я снимаю обязательно. С кожей никогда котлеты не делаю. Все равно, если мельчить, даже через мясорубку не нравится. Попадает все это. Промою немного. И пусть вода стечет. Рыбное филе разрезаю на кусочки. И буду измельчать в измельчителе в таком. Понадобится еще мне вот одна такая луковица. Кости, конечно, убираю. Вот где хребет, есть крупные кости. Ну, если попадаются, тоже убираю. Еще возьму небольшой кусочек хлеба. Немного добавлю молока, чтобы был мягкий. Размягчился. Вот так чуть-чуть. Разломаю. И вместе с луком сюда уже луковицу порезала. Вот так вот все тоже измельчу. Мясо измельчила. Повторюсь, можно через мясорубку. Добавляю в мясо рыбное перемолотый лук с хлебом. Готовый рис промыла через дуршлаг, чтобы он не был как каша. Получилось вот столько. Добавлю где-то 2-3 столовые ложки. То есть по вкусу. Немного оставлю. Это мне нужно будет. Можно и весь, но не нужно сильно много. Зелень. У меня зелень замороженная. Можно свежую. На ваше усмотрение, сколько зелени бросать. Соль по вкусу. Перец по вкусу. У меня здесь сушеные травки. Базилик и укроп. Одно яйцо. Приправы можно класть любые, какие вы любите. На ваше усмотрение. Еще добавлю фарш. Одну столовую ложку растительного масла. Можно маленький кусочек сливочного масла. Так как рыба не жирная. Поэтому вот так перемешаем. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Формируем котлеты. Вот такие. Обваливаю котлеты в панировочных сухарях. Сухари панировочные. Сама делаю, сушу и размельчаю. Если нет сухари, можно просто в муке обваливать и жарить. С одной стороны подрумянились хорошо. Переворачиваем на другую сторону. Все легко переворачиваю. Если масла маловато, можно долить. Пока достаточно. Кладу следующую котлету. И все пережариваю. Котлеты готовы. Получилось у меня 11 штук. Такое количество я слепила. Из того, что было. Разрежу. Мягкие котлеты. Очень нежные. Вот так выглядят внутри. Даже сок есть. Видно, что они очень нежные. Вкусные. Один из вариантов приготовления рыбных котлет. Котлеты очень вкусные. Нежные, мягкие, сочные. Так что готовьте с удовольствием. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»